Пиломатериалы на 5,5 миллионов рублей нелегально вывез за границу житель Красноярского края. Сотрудники транспортной полиции и таможни перекрыли канал контрабанды ценных хвойных пород. По подозрению задержан предприниматель из леса Сибирска. 48-летний мужчина незаконно приобретал лесоматериалы, перерабатывал их на своем оборудовании. Для легализации товара подозреваемый оформил супругу в качестве индивидуального предпринимателя и от ее имени осуществлял экспорт древесины в страны ближнего зарубежья. По предварительным данным, объем леса, который был вывезен контрабандным путем за границу, превысил тысячу кубометров. Возбуждено два уголовных дела. Настоящая модница, жительница Черногорска, раздела манекена на улице и похитила куртку. В момент кражи попал в объектив уличной камеры. На кадрах видно, как девушка несколько раз проходит мимо магазина, боязливо озирается, потом возвращается с огромным ножом, срезает ленты, которыми привязана куртка к манекену и, скрывшись за углом, переодевается в обновку. Все так же под прицелом камер. Известно, что ранее злоумышленница уже была судима за кражи. Полицейским девушка сказала, что хотелось обновить гардероб, но денег не было. А нож она раздобыла ночью, разбила стекло в чужом авто и похитила оттуда, как ей показалось, ценный предмет. Теперь воровке придется отвечать в суде за два преступления. Во все тяжкие нарколабораторию накрыли полицейские в Красноярском крае. В дачном домике в Железногорске готовили крупную партию мифедрона на сумму около 110 миллионов рублей. Началось все с того, что полицейские остановили автомобиль, в багажнике которого были 29 канистр с химическими веществами без документов. Водитель пояснил, что перевезти химикаты на дачу его попросил 22-летний родственник. Якобы ему нужно было потравить насекомых на участке. По факту же запас реактивов предназначался для производства мифедрона в лаборатории, которая была оборудована в садовом домике. В ходе обыска правоохранители изъяли полтонны химических веществ, в том числе 25 килограммов прекурсора, оборот которого на территории России запрещен. Эксперты заключили, что объем готового наркотика мог составить порядка 36,5 килограммов на сумму около 110 миллионов рублей. Также в домике нашли почти 6 килограммов готового к продаже мифедрона. Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Жительница Саиногорска кидала на деньги арендаторов жилья. В полицию обратились сразу четверо потерпевших, которые рассказали одну и ту же историю. В интернете они нашли квартиру, которая сдавалась в аренду, встретились с владельцем, осмотрели жилище и оставили залог. Но после этого арендодатель переставал выходить на связь. Вскоре оперативники задержали 43-летнюю мошенницу, она нигде не работает. Хитрым способом женщина успела заработать 42 тысячи рублей, и теперь за махинации ее ждет суд.